когда люди идут на по улице с мурыми лицами попав такую ситуацию которую меня я иду улыбаюсь людям незнакомые прохожие со мной здороваются пытается узнать мое лицо они конечно не знают меня просто я счастливый человек что я могу жить марина иванова мама василия матовилова мальчика которому сегодня нужна наша с вами помощь но обо всем по порядку васенька родился нормальным здоровым ребенком и в возрасте двух лет судьба подбросила мальчишки первое испытание наш василий родился 10 августа 2009 года чудесно замечательно благожданный сын нашей большой семье потом мы очень сильно заболели простудным заболеванием но категоричного врачи ничего не предполагали тогда стали уточнять всех специалистов чем мы столкнулись и первый диагноз который мы получили аутизм аутизм сегодня этот диагноз не звучит как приговор это заболевание поддается коррекции существует занятия которые помогают ребенку развиваться и хорошо себя чувствовать василий попал в группу реабилитации при видновском доме ребенка хорошему педагогу психологу когда вася поступил к нам на его как-то с первого дня все полюбили потому что он настолько позитивный мальчик который не умею общаться до другими но он так настроил к себе всех окружающих вася особенный мальчик с раннего детства он начал удивлять окружающих этот мальчик мог вполне например не умея разговаривать сложить из магнитной азбуки слова да при том что ребенку было три или четыре года тогда да вот он мог сложить слова например если он хотел посмотреть мультфильм так писал на подоконнике союз мультфильм да причем следует длинные слова я думаю что при умелом подходе при умелом развитии жаль конечно что у него вот настигла еще одна беда его но он в принципе готов был развиваться и мне кажется из таких то вот и получаются такие вундеркинды к сожалению занятия пришлось прервать несмотря на прогресс который стал заметен причиной послужило онкологическое заболевание но еще тогда родители об этом даже не догадывались хотя уже прошли полное обследование во многих клиниках москвы оставались на протяжении трех месяцев при высокой температуре без конкретного диагноза не знаю что страшнее знать диагноз от которого ужаснется любой человек или просто смотреть на то как твой сын угасает и никто не знает от чего однако на этот раз судьба была более благосклонной к василию 8 мая 2014 года родители привезли его на очередную диагностику в центр детской гематологии онкологии и иммунологии имени рогачева где он попал в руки хорошего доктора он видел что мальчик умирает он сказал что мы уже не довезем до дома и госпитализировал нас в этот же день острый лимфобластный лейкоз такой диагноз у васи мотовилова сейчас основное лечение это химиотерапии вследствие которой возникают очень тяжелые побочные эффекты на два года не вставали с больничной постели потому что мы не могли передвигаться у нас были сильнейшие костные мышечные боли которые связаны были с химиотерапии этот такой есть эффект побочный препарата венкристина когда ребенок не может покушать потому что у него челюсти болят когда ребенок не может ходить потому что у него адски болят ноги василий в силу своего первого диагноза аутизма практически не социализирован он не разговаривает и молча наедине с собой переносит все эти испытания кроме огромной заботы и любви семьи ему помогают молитвы его родителей и духовного отца мы часто причащаем регулярно причащаем василия и получая вот эту помощь от бога мы верим что василию станет лучше достоевский однажды сказал такие слова молитва матери садам морского может поднять и вот эти слова мне сегодня мне кажется не случайно вспомнились и потому что мама и папа стараются стремиться к богу жить с богом это может дать добрые плоды это может помочь василию выздороветь вера в то что василий поправиться есть каждым кто с ним знаком или даже просто увидел его необыкновенное светлое лицо на фотографии и шансы есть конечно есть врачи говорят так что те родители которые верят которые любят своих детей они обязательно будут успешны в лечении как говорит там евангелие самая главная книга где двое или трое собраны во имя мое там и я посреди них говорит нам господь я бы хотел попросить всех вас помолиться вместе о василия его здоровье жизнь предоставила этой семье очень трудный путь но они идут по нему уверенно с верой в будущую победу над всеми болезнями каждый день вы будете делать шаг вперед не останавливаясь нельзя останавливаться надо двигаться это жизнь да это жизнь и нам всем вместе надо помочь вася выжить и жить долго и счастливо елена бабина владимир бижонов видно этого